Здравствуйте, дорогие друзья! Напомню, что мы с вами ведем рассказ об удивительной женщине, воздвигнувшей некогда единственный и, может быть, до сегодняшнего дня самый главный памятник, молитвенный памятник всем павшим в Отечественную войну 1812 года и в первую очередь павшим в Бородинском сражении Спасо-Бородинский женский монастырь. Мы оставили с вами Маргариту Тучкову в нашем повествовании на том моменте, когда она в юности переживала очень сложный период своей жизни, отчасти закаливший ее характер, потому что выдана она была замуж за очень недостойного и развратного человека. Но судьбе было угодно так сделать, чтобы женщина, основавшая потом во второй половине своей жизни вот этот удивительный, до сих пор уникальный монастырь, в 21 год, еще во время своего первого печального замужества, познакомилась с блестящим красавцем редкой порядочности человеком, 25-летним полковником русской армии Александром Алексеевичем Тучковым, человеком в высшей степени благородным и достойным, впоследствии ставшим ее вторым супругом. На московских балах Маргарита не только прекрасно исполняла на фортепиано пьесы Бетховена и Моцарта, но даже импровизировала, замечательно пела романсы, и вот, собственно, в одной из московских гостиниц они и познакомились. Тучков помимо воли пошел на прекрасный голос и очень печальный, который исполнял модный романс. Они познакомились, кстати, Тучков тоже прекрасно пел, их часто просили исполнить вместе какой-то дуэт, и у них возникло огромное сильное чувство, еще более сильное от того, что казалось оно совершенно недостижимым. Потому что для Александра с его высоким кодексом чести покушаться на покой замужней женщины было просто невозможно. А Маргарита была слишком добродетельна, чтобы изменять даже мужу-развратнику. Но судьба распорядилась по-другому, и к этому времени Павел Ласунский, первый супруг Маргариты, растратив все приданное жены, заложил даже ее фамильные нарышкинские бриллианты. Маргарита воспротивилась и была жестоко избита мужем, она долго хворала и вынуждена наконец была рассказать о своем положении матери. Мать пришла в ярость, и нарышкины добились развода для своей дочери, к тому же репутация Ласунского уже довольно хорошо была известна в петербургском высшем свете. И вот в 1802 году несчастливый пятилетний брак был расторгнут решением Святейшего Синода. К слову, хочу сказать, что в случае развода, который все-таки бывали в России дореволюционной, так что Анна Каренина это немножко такая, ну, надуманная, мне кажется, история, потому что в целом можно было развестись. Но в таком случае очень часто один или даже оба супруга теряли право на повторное замужество. Чаще всего, конечно, это была разведенная женщина. Но Маргарите, вернувшейся в дом родителей под именем девицы Нарышкиной, разрешено было вступить в повторный брак. И, безусловно, Тучков сразу же посватался к ней. Но родители Маргариты, пережившие огромный стресс, говоря современным языком, отчасти скандал в свете, ему отказали, потому что слишком близки еще были последствия вот этого развода. Родной брат Маргариты Кирилл, в будущем декабрист и каторжник, опираясь на рассказы домашних, так записал воспоминания о событиях тех дней. Был страшный шум в нашем доме, поднятый после отказа матушке выдать за милого красавца Тучкова мою сестру Маргариту. Бедная сестра, узнав о намерении расстроенного Александра уехать в Европу, потеряла даже сознание. В ее комнату то и дело вбегали люди с подносами, кувшинами, полотенцами, пахло сладкими травами. Маргарита слегла. Мне было жаль ее. Насупившись, я смотрела на мать из-под балобья. Примерно через неделю к нашему дому подъехал на коляске Тучков. Меня, играющего с дворовыми детьми, он подозвал и попросил передать сестре конверт. В послании он просил Маргариту беречь себя, верить в их счастье и заканчивал письмо стихами на французском, которые одновременно были и признанием в любви. Кто владеет моим сердцем и кто волнует его? Прекрасная Маргарита. Именно эту записочку найдут монахини спустя много лет в руке умершей своей игумени, бывшей когда-то Маргаритой Тучковой. Надо сказать, что молодые целых четыре года ждали, пока обстоятельства изменятся. И хотя военная карьера Александра Тучкова, вошедшего в историю как Тучков IV, складывалась очень успешно, в 22 года он был полковником артиллерии, но как отвергнутый жених он подал в отставку и уехал с горя в Париж, стал студентом в Сорбонне, официально желая усовершенствовать познания свои и ознакомиться с европейскими государствами. На самом деле он надеялся, что расстояние и занятие в знаменитой библиотеке скрасит разлуку с любимой. Она лишь изредка получала от него письма, записочки и стихи. Интересно, что во время пребывания Тучкова во Франции был раскрыт заговор очень известных аристократов в 1804 году против Наполеона, рвавшегося к единоличной власти. Александр Тучков, бывший свидетелем тех событий, человек очень просвещенный, дальновидный, с удивительной прозорливостью записал тогда в своем дневнике под впечатлением вот тех событий. «Бонапарт – страшилище. Справедливость для него – потребная девка, убийца. В одной руке ружье, в другой – веревка. И пушки на случай уже заряжены. Свора угодливых исполнителей с цепи рвется. Догадывался ли он, человек военный, какими бедами грозит для России и для его наступающего счастья страшилище Наполеон? Скорее всего, да». Видимо, Тучков довольно открыто высказывал свои соображения, потому что его арестовала французская сыскная полиция, а дневник с карамольными записями дошел до самого Бонапарта. Александр был выпровожден из Франции, но зато в России по возвращении он получил согласие на брак родителей Маргариты. В 1806 году, прождав 4 года, уже по тем меркам не совсем молодые-молодые, наконец обвенчались. В этот день в маленьком храме на Причистенке, вот я просто хочу вам показать традиционную фотографию этой самой, что ни на есть в Московской улице, собралась московская знать. К сожалению, я не могу пока точно вам сказать, в каком храме они обвенчались. Марии было 25 лет, Александру 29, и впереди их ждало 6 лет беспрерывного счастья. По легенде, под ноги новобрачные, когда она выходила под руку женихом из церкви, бросился нищий в лохмотьях и закричал «Мария, Мария, возьми посох!». И слова эти оказались пророческими. Через много лет, став игуменей основанного ей спаса Бородинского женского монастыря и получив в новом крещении имя Марии, Маргарита Тучкова будет каждый вечер обходить монастырский двор, опираясь на свой тяжелый дубовый посох. А эта женщина, надо сказать, очень долго сохраняла стройность, она была такая высокая, очень порывистая, подвижная, у нее был прекрасный голос, очень белая кожа. Но природа, одарив Маргариту прекрасными душевными качествами и способностями, обделила внешностью. Мы с вами уже говорили, что она слыла далеко не красавицей, а вот вышла замуж за первого московского красавца, который, к счастью, смог оценить, вот нашелся такой человек, который оценил не ее лицо, а ее душу и сердце. Друг юности Тучкова Сергей Глинка так описывал человека, ставшего вторым мужем Маргариты, на месте гибели которого она и воздвигла со временем монастырь. Со станом Аполлона Бельведерского соединял он душу ясную, возвышенную, чувствительное сердце, ум, обогащенный всеми плодами европейского просвещения. Младший из четырех братьев военных он с абсолютной гармонией воплощал те качества чести и долга, на которых держалась и держится русская армия. Вообще, судьба Александра и Маргариты Тучковой, наверное, могла бы послужить основой для замечательного, романтического и в то же время трагического романа. Жизнь научила ценить их истинные чувства и ни с чем не сравнимую прелесть семейного очага. Особенно Маргарита, которой так много настрадалась в первом замужестве, она трепетно дорожила каждой минутой семейного счастья и боролась за него. Она оказалась женой особенной, ее преданность снизала границ. Сначала она, как и любая жена российского офицера, имела право сопровождать своего мужа в обозе, позади полка. Но ни характер, ни медицинские познания Маргариты, а я напомню вам, что еще в юности она посещала анатомический театр и хорошо знала медицину, все это не позволили ей быть просто рядом. Вот, например, 2 июня 1807 года во время знаменитого сражения при Фридлянде на территории Германии русская армия, несмотря на поразительный героин, все-таки вынуждена была отступить под натиском французов. Вот сам Тучков в течение трех часов с тремя полками выдерживал натиск в четверо сильнейшего противника. В письме к брату Николаю он потом писал, невзирая на ядра, кортечи и пули, я совершенно здоров. Счастье вывело меня невредимым из боя, я отступил после всех. Спасение мое приписываю исключительно заступничеству Господа. А Маргарита во время этого сражения металась между санитарными повозками, молилась за мужа, но не переставала перевязывать раненых, ухаживала за ними, выслушивала последние слова умирающих. И поистине Маргарита Тучкова задолго до остальных стала в нашей истории первой сестрой милосердия. Маргарита была единственной женщиной, участвовавшей в ледовом походе через Ботнический залив в русско-шведскую войну 1808 года. На это она получила особое разрешение императора Александра I, к которому обратилась, собственно, с этим письмом. В этом письме к императору она написала. Надо сказать, что уже через неделю на прошении руку изумленного императора был написан ответ, присланный князю Багратиону, непосредственному командиру Тучкова IV. Император писал, «Маргарита Тучкова взяла с меня полную и обильную дань удивления и восторга. Какая страсть, какая воля! Она предпочла покинуть сферу созерцательности, тепла и покоя. Пусть Тучковы будут вместе. Они ставят себя и чувства свои на публичные испытания самым страшным – войной. Любовь есть сила Богом даруемая. Мне ли стоять плотиной против мужества духовного дерзновения?» И вот Тучкова, единственная женщина, отправилась, ну уже почти как сестра милосердия, в этот самый ботнический поход. Надо сказать, что поход был очень страшным, очень тяжелым. Мы о нем мало знаем, но тем не менее это очень героическая страница в истории нашей армии. Даже вот просто сам переход по снегу, который был выше колен, был очень огромным испытанием. Например, Барклай де Толли, в корпусе которого воевал супруг Маргариты, писал, что перенесенные в том походе труды единственно русскому солдату и преодолеть можно. Сама Маргарита мужественно переносила все опасности на заснеженных скандинавских просторах. Жестокие морозы, северные шквалистые верторы, переходы по льду, постоянную грозу открытых военных столкновений и множество раненых и убитых вокруг, которым она не переставала помогать. Надев мужской костюм в форме денщика, Маргарита, даже спрятав косу под фуражку, сопровождала мужа верхом, приходилось переправляться иногда через холодные реки, помогать раненым, не брезгуя никакой работы, писать им письма. И Маргарита даже организовывала пункты питания для местного населения в тех местечках, которые были охвачены боями. Сам Барклай де Толли, которого я уже упоминала, один из героев потоме Отечественной войны 12-го года, как-то в письме писал о Маргарите. «Я не встречал людей с такой ненасытной жаждой, с такими огромными требованиями на любовь и жизнь. Солдаты называют ее своим ангелом-хранителем». Маргарита отказывалась покинуть мужа, даже когда забеременела. И долгожданный сын родился в походе на пути следования полка в Минскую губернию. Однажды, по воспоминаниям самой Тучковой, которую она написала потом для своего сына, в местечке Долгиного, сейчас это Минская область, вот хочу вам показать пейзаж этой местности, ей приснился правительский сон. Я думаю, нам нет основания не верить самой Маргарите Тучковой. Ей приснилось, как будто бы в комнату входит ее брат Константин, священник, а отец держит на руках ее сына Николеньку. Вот это храм сейчас в селе Долгина, вот так он выглядит. А во сне отец говорил, протягивая мальчика Маргарите, вот все-все, что тебе осталось. В то же время она услышала таинственный голос, говоривший по-французски, ну, естественно, по-французски, потому что вся наша аристократия говорила тогда на этом языке. Тон сурце десидера абордино. Твоя участь решится вбордино. Вот поэтому мы так и назвали нашу сегодняшнюю лекцию. Надо сказать, что Маргарита настолько почувствовала предначертательность этого сна, что, проснувшись в страшном волнении, не оставляла в покое мужа. Александр Тучков, даже для того, чтобы успокоить жену, приказал принести свою походную географическую карту Российской империи. Долго вместе с женой искал и убедил ее, что такого названия нет, что это в Италии, потому что это так и звучит очень по-итальянски – бородино. Но я думаю, что, конечно, он кривил душой, потому что он прекрасно знал эту деревню, потому что находилась она тогда очень близко от имения Тучковых, в окрестностях Можайска. Ныне это поселок городского типа Тучково в русском районе Московской области, расположенный на Москве-реке в 80 километрах западу от Москвы. Назван этот поселок в честь героев войны 812 брата – братьев Тучковых, которым некогда принадлежали близлежащие деревни. Об ожесточенных боях уже в Великую Отечественную войну здесь свидетельствуют некоторые памятники и мемориальные доски. Вот здесь зажжен вечный огонь. Очень хотели сделать большой такой общий комплекс, посвященный двум отечественным войнам, но летом 2012 года здесь открыли бюсты братьев Тучковых, всех четверых, которые участвовали в Отечественной войне 2012 года. И вот, собственно, этим ограничились. Но мне кажется, что это даже правильно. Наверное, не стоит смешивать обе войны сразу. Что касается самих Тучковых, то это очень известный боярский род. Вот сейчас вы видите его герб. Многие поколения которого подвязались на дипломатической и военной службе. Первые известия о Тучковых встречаются еще во времена Александра Невского, под знаменами которого в битве на реке Неве в 1240 году сражался и пал смертью храбрых некто Терентий, сын Михаила, мужа Чесна из Прус. Ну, собственно, в родословной, а родословную имел каждый дворянский род, мы с вами говорили об этом в наших соответствующих лекциях, так вот, собственно, от этого прусского военного Михаила как бы идет славный род Тучковых. Но вообще-то я склоняюсь к тому мнению, которого придерживаются многие российские историки, что все-таки это, скорее всего, род новгородского происхождения из Великого Новгорода. Отец самих братьев, бюсты которых вы только что видели, знаменитых четырех братьев-генералов, Алексей Васильевич Тучков в XVIII веке уже был инженером, генерал-поручиком, действительным тайным советником и сенатором. Он прожил долгую жизнь, жил в разных городах, где то охранял пограничные крепости, где что-то строил, поскольку он был инженером. И вот, в частности, многие следы его строительства остались и в топонимии, и в памятниках Петербурга. Здесь Тучковы тоже жили довольно долго. И вот сейчас я вам хочу показать картину Иванова-Голубова, такая вот интересная фамилия, которая называется «Тучков мост». Действительно, вот мост, изображенный на этой картине, был построен отцом знаменитых братьев-генералов. Он до сих пор сохранился. В 1839 году у Тучкова моста впервые в России был уложен искусственный асфальт. Ближайшая станция метро «Спортивная» в проекте, кстати, тоже называлась «Тучков мост». В серии танкеров, спущенных на воду в честь известных петербургских мостов, есть и танкер «Тучков мост». Он ушел в плавание в декабре 2003 года. Есть «Тучкова дамба», но среди достопримечательностей Петербурга я хочу вам показать «Тучков Буян». Это склады Малой Невы, построенные по проектам великого Антонио Ринальди, являющиеся памятниками архитектуры федерального значения. Поскольку «Тучковы» очень тесно связаны и с Москвой, это в том числе и московский род, тот, в частности, в Москве, на улице Сивцев-Вражек, даже во время Наполеоновского пожара, уцелел особняк, который вы сейчас видите на своих экранах. В начале XIX века этот особняк принадлежал двум братьям Тучковым, Павлу Тучкову III и Александру Тучкову IV, младшему брату, геройски погибшему на Бородинском поле, вот как раз мужу Маргариты. В советское время здесь был дом музея Герцена, кстати, единственный в Москве. Но зато в честь Тучковых в 1963 году была названа в Москве улица Тучковская. Она находится в районе Филевского парка, начинается и заканчивается возле Багратионовского проезда, который вот вы сейчас видите на своих экранах. В общем-то, не случайно рядом с князем Багратионом сражались и погибли рядом оба брата Тучковых. Вообще, на западе Москвы, в западном округе, есть целый куст улиц, проспектов, проездов, которые названы в честь героев Отечественной войны 12-го года, начиная с Кутузовского проспекта. Это не случайно, потому что это не просто западное направление, там в сторону Можайская и Бородина, но это как раз та самая Смоленская дорога, по которой отступала русская армия, покрыв себя уже неувидаемой славой на Бородинском поле. По этой дороге входил Наполеон в Москве, по этой же дороге он ее фактически и покинул, отправляясь, восвоясь и обратно во Францию. Что касается самих братьев Тучковых, которым, я думаю, мы посвятим отдельную лекцию, то еще раз повторяю, их было пятеро, они все были генералы, но только четверо участвовало в Отечественной войне 12-го года. Но и этого было достаточно, чтобы не запутаться, их вот так в армии отличали. И звали Тучков первый, Тучков второй, Тучков третий и Александр Тучков четвертый. Сам неучаствовавший брат Тучков Алексей был второй брат по рождению, он прожил очень долго. Вообще вот в этой семье, если люди не погибали, то они жили довольно долго. Он прожил 87 лет, был генерал-майором артиллерии, но вышел в отставку в 1797 году и в наполеоновских войнах не участвовал. Поэтому в эту нумерацию он, собственно, не входил. Получается так, что нумерация начиналась с Николая Алексеевича Тучкова I, который много сражался рядом с героем нашего рассказа Александром Тучковым, своим младшим братом, генерал-лейтенант, командир пехотного корпуса. За отличие в наполеоновской кампании 1806 года, еще раньше, до нашествия Наполеона на Россию, был удостоен орден Святого Георгия. На бородинской позиции он занимал на левом фланге, самым опасным, возле князя Багратиона, ключевые высоты Утицкий курган, где и возглавил контратаку Павловского гренадерского полка. Именно там он был смертельно ранен пулей в грудь, его вынесли, и после трех неделей мучения он скончался в эвакуации в Ярославле, в Топском женском монастыре, который был разграблен в годы советской власти, и весь некрополь его пропал. Но зато в сентябре 1990 года на стене Спасского храма, уже возрожденного монастыря, была открыта мемориальная доска, посвященная Тучкову I. И далее, я думаю, мы сегодня еще успеем поговорить о Сергее Алексеевиче Тучкове II, который прожил очень долгую жизнь, 72 года. Он был и государственным деятелем, и сенатором, и генерал-лейтенантом, и известным масоном, и даровитым поэтом, и георгиевским кавалером, и был награжден золотой шпагой за храбрость, участник многих войн, в том числе и наполеоновских. На Бородинском поле он не сражался, зато участвовал в боях на Березине, на той самой реке, где при отступлении погибла практически половина наполеоновской армии. Вот этот Тучков II оставил воспоминания о 1812 году, напечатанной в свое время в журнале «Русский архив». Очень, кстати, интересный исторический журнал, традиционный, но его можно взять только в хорошей библиотеке. И вот этот брат похоронен в Новодевичьем монастыре в Москве, потому что Тучковы и делили свою родину между двумя столицами, между Петербургом и Москвой. Но в целом, я думаю, что их можно назвать даже нашими московскими дворянами. Я думаю, что на сегодня мы на этом закончим. И уже в следующей лекции вспомним еще двух братьев и, собственно, перейдем непосредственно к тем событиям, страшным, трагическим и в то же время героическим, которые унесли жизнь половины этой семьи, принеся огромное количество горя, как и почти всему русскому служилому дворянству в России в начале XIX века. Ибо не было практически ни одной дворянской семьи, которая не понесла бы тяжесть утрат в ту отечественную войну, 1812 года. Итак, на сегодня все. До свидания, до новых встреч.